Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ладно, я зайду. Погоди, сначала правило. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейнданс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Типа ничего не знаю? Окей, дверь открыта. Развлекайся, крошка. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Вы еще ее, может, найдешь? Все в порядке, Матео. Я ее ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Сен-Сон? Это же моя любимая. Откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Давай поговорим о работе. У тебя вроде был для меня заказ. Угу. Только не здесь. Иди за мной. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Блин, какая гадкая эта едачка. Может, помочь. По-моему, уже вышел. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Тебе же глубоко насрать, что там думает Декс. Мы обе это знаем. Тебя смущают комплименты? Я думала, что лезть оружие не твоего уровня. Я ошиблась? Может, это Декс-фиксер не твоего уровня? Вы давно знакомы? Пишешь его биографию? Прости. Я не то чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И все-таки он выбрал тебя. Хм. Любопытно. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Была там? Не приходилось в таком районе бывать. Жаль. Фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Йори Нобу Арасака. Йори Нобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки. И главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ну ладно. Если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Йори Нобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Йори Нобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Йори Нобу спер у Арасаки и хочет передать дозору. Это не может быть неважно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Окей. Что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению, даже прокачанным. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартира Юри Нобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому будь хорошей девочкой и держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. Ты что делаешь? О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да. Откалибруем под нее. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, порасполагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный порт. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалываться. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты опуристый. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейтанца. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что вы тебе тут? А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты освоилась. А потом пущу в режим изменения. Погружение через три, два, один. Субтитры создавал DimaTorzok План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаголу тебе нахуй отстрелю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я чувствовала боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Субтитры создавал DimaTorzok Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутасов. Заводишь, выгребай бабло, отваливаешь. И выкрутай. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. И, собственно, то, зачем ты пришла. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из... в студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Окей, давай вперед. Да еб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой? Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Сигарь, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой? У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с коветками. Чем лежать? Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Быстро! Еще секунды, и я тебя плату! Тише, тише! Я... Давай! Чакону тебя нападаю! Тише! Понимаешь? Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Боэт, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Ему всадил пулю его же Чунду. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Продолжение следует... Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу ТИБАК, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннеры из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. ТИБАК профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. М-м-м, ты типа разрешила? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните, Бак, и погружаемся. Привет, Ви, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн-данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1-7-7-9. Защищаю протокол. Есть, захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где ее Ренобу держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Емли. Я угадал. Эвелин. Ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Судя по виду, ты просто мясо для Емли. Я угадал. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Через минуту. Это мы посмотрим. Мой отец – замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком, застывшем мирке. Так послушай еще. Сабура – безумный дед, под который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Ясно. Хватит. Отключился. Перемотай на начало. Послушаем целиком. Насколько. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу через минуту. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец – замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком, застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Отец. Прости, пожалуйста. Работа – такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Под лови. Под лови. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Увидим. Ой, найду что-нибудь подходящее. О, вот это нравится. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Ванне. Как я скучал? Я знаю. я сказал нет меня же за это убьют значит погибнешь за правое дело простите полагайся пока язык мистера рассака что-то празднует думаешь он туда положил чип слишком низкая температура есть риск колебаний программа пока на стадии испытаний и нельзя выводить на рынок это мы посмотрим пожалуйста не спешите обсудить это с вашим отцом он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить как опасно замучены обычный холодильник температура не совпадает с указанной тут мы ничего не найдем без идейный дед который не любит перемены и хочет жить вечно выводить на рынок это мы посмотрим пожалуйста не спешите обсудить это с вашим отцом очень хорошо иди уже ко мне погоди на это не буду конечно это тебе понравится вот но и и и и и Девушки отдыхают Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Условия похожи на те, что в документах, но чип тут не спрячешь. Защиты никакой, температура скачет. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту. У нас. Замученный из-за кеночной, мученный из-за кеночной, мученный из-за кеночной. У нас. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Во время... Слухи броди. Я убьюсь. Не повиду, ты просто место для гибли. Я угадал. Вот и такой. И вы еле бы сами черты на меня были. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Судя по виду, ты просто место для гибли. Я угадал. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит погибнешь за правое дело. Располагайся пока. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии... Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с... Может, никогда и не было. Мы за 20 лет вернулись. Пожалуйста, ознакомьтесь. Программа. 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 С ними было хорошо. Тумбочки. Спальня. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Подключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. А без него никак? Нет. По крайней мере, других идей у меня нет. Было хорошо. Тумбочки. Спальня. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейндансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейнданс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейнданс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Инфа про Юринобу, про чип, брейндансы с Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет, хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда. Поверь, все под контролем. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по углу. Не важно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой? У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мисс Вин? Это запись Эвелин из компэкки стоила потраченного времени. Неплохо. Чебак мне уже звонит. Она разбирает материал. Ну хорошо, я поняла. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать бюджет. Давай поговорим в посмерти. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания.